Сегодня день памяти Владимира Ильича Ленина. Хочу еще раз вам всем напомнить, что Ленин один из самых гениальных и величайших политиков и государственных деятелей, ученых всего мира. В Индии есть храм, я был просто крайне удивлен, когда увидел, что в этом храме несколько святых. Будда, Магомед, Христос и Ленин. Я когда задал вопрос, почему вы так относитесь к Ленину, они сказали, человечество всю жизнь будет помнить его подвиг, подвиг социальной справедливости и подвиг уважения к человеку труда. Вдумайтесь только, за 20 лет сумел предложить человечеству новую идею построения царства небесного на земле, где труд, правда, добро и справедливость будут главными ценностями. Сумел создать партию нового типа, партию трудового народа, где пролетариат и рабочий человек играл главную роль. Сумел собрать распавшуюся империю, которая развалилась на части и собрать ее, предложив в стране всего несколько лозунгов. Мир народов, хлеб голодных, землю крестьянам, заводы рабочим, власть советов. Сумел предложить традиционную форму управления, коллективного управления нашей державой в лице советов, ибо всегда соборность, коллективизм были основой жизнедеятельности русского человека и всех народов, которые русские собрали под свои знамена за тысячу лет нашей истории. Ленин сумел предложить два гениальных плана. План НЭП и ГОРО, который полумертвую страну стали возрождать из Пепла. С нуля создал могучую красную армию. Четырехмиллионная армия разгромила Антанту и белогвардейцев, которые обслуживали капиталы Лондона и Парижа, а совсем не боролись за единую и неделимую. Сумел создать правительство нового типа. Правительство способно откликнуться на вызовы времени и написал гениальную работу, грозящую катастрофой. Как с ней бороться? К несчастью, царское правительство не сумело прислушаться. Вместе с тем Ленин сам вместе со своими товарищами реализовал эту программу, и полумертвая страна стала подниматься из Пепла. Советской власти досталось несколько миллионов детей-беспризорников. Всех сумели выучить, всех спасли, все сделали настоящими гражданами нашей великой державы. Все это было сделано всего за несколько лет, и полумертвая страна собралась в единое Советское Союзное Государство и продемонстрировала невиданные темпы экономического, социального и научного развития. Сталин, когда провожал Ленина последний путь, зачитал свою клятву, что он будет верен знамени Великого Октября, идеалам Ленина, все сделает для того, чтобы пролетариат в Союзе с крестьянами построил подлинную народную власть и провел блестящую индустриализацию и культурную революцию в стране. Когда в ходе коллективизации возникли перегибы, снова обратился к стране и потребовал, чтобы максимально учли интересы крестьянства. Вот сегодня, когда на границах современной России полыхает война в Новороссии, когда Россию обложили со всех сторон санкциями и пытаются ей продиктовать из океана свои условия, когда злобствует Обама и Европа забыла уроки Второй мировой войны, участвует в поддержке нацистов, бандеровцев, олигархов, которые захватили власть Киева. Сегодня особенно актуальная политика Ленина и Сталина. У нее надо учиться. Сталин в 1931 году, когда фашисты уже захватили власть в Германии и в Италии, собрал здесь в Москве передовиков промышленности. Приехали самые талантливые люди, которые за пять лет построили 1200 заводов. И обратившись в стране, сказал, слушайтесь в эти великие сталинские слова. Я хочу, чтобы их запомнили. Они сегодня звучат как никогда актуально. Нас били монгольские ханы, нас били турецкие беки, нас били шведские феодалы, нас били капиталисты Лондона и Парижа. Но нас били только потому, что мы были слабыми и отставали. Мы должны за 10 лет пробежать тот путь, который Европу прошла за 100 лет, или нас сомнут. И мы сумели перед войной пробежать этот исторический путь, создать блестящую армию, великолепную науку, современные технологии, подготовить уникальные кадры. И наши полководцы во главе Жукову, а здесь рядом на Красной площади лежит 32 маршала и герои, которые командовали войсками и разбили фашистский рейх. Сегодня, когда фашизм снова поднял забрало в Европе, когда Европа забыла уроки войны, когда Европа даже не пригласила Россию на памятную дату с освобождением Польши и целого ряда концлагерей, то это позорное явление должно нам напомнить. Европа не благодарна в данном случае России, а живет под диктовку американцев, которые решили снова продиктовать свои условия и уже победить в киберсовременной войне. Я считаю, что власть в России, Путин почувствовал эту опасность. За последнее время в внешней политике стал проводить более взвешенную и дальновидную государственную политическую линию. Но этой линии мало. Она должна быть немедленно подкреплена с соответствующей государственной политикой внутри страны. Недавно, вместо того, чтобы сделать выводы из прошлого года, из того, что темпы в экономике упали до нуля, а в ряде отраслей ушли в минус, из того, что рубль провалился вдвое, из того, что та модель, которую Ельцин, Гайдар и Чубайс навязали стране последние годы, полностью себя обанкротилась. Вместо этого мы видим так называемый Гайдаровский форум. На мой взгляд, это самое позорное явление, которое было последние 20 лет, когда вместо того, чтобы сделать честные выводы из пришедшего, чтобы принять экстренные меры, чтобы определиться с Государственной Думой и составом правительства, что делать дальше, вместо этого этот грязный, тухлый, отвратительный горшок, который душит страну почти 20 лет, снова надевает Россию, наголу пытаясь заткнуть рот всем, кто иначе думает, и протащить эту проамериканскую, отвратительную политику, политику предательства, которая и привела к нынешней ситуации. На мой взгляд, мы должны проявить тройную бдительность. Матери городов русских захватили власть, еще раз подчеркиваю, нацисты, бандеровцы, олигархи, люди, которые далеки от нашей православной культуры, от славянства, от русской идеи, от единства русского народа, великороссы, малороссы, белороссы. Это один народ, который родила историю, который своей историей выжил благодаря семи великим победам от Чудского озера до Орловско-Курской битвы. Сегодня против нас эта свора под руководством Обамы и всей остальной публики развязала новую восьмую битву. Она идет везде. В средствах информации, в политике, в экономике, в финансах. И мы должны быть предельно бдительны и организованы. Но здесь, на Красной площади, пометуя Великие Заветы Ленина и Сталина, хочу вам напомнить. Нас не разбомбили ни Лехвафи Геринга, ни танковой армады Гудериана. Мы их сломали в 45-м и подняли красный флаг над Берлином. Нас раскололи и расщепили с помощью нового оружия. Это оружие называется антисоветизм и русофобия. Объединяясь, вместе они представляют супербинальное оружие, которое оказалось сильнее атомных и водородных бомб. Русофобия и антисоветизм, по сути дела, позволили разрушить советскую страну. Русофобия и антисоветизм позволили вывернуть вам всем карманы и обесценить ваши деньги. Три волны этой русофобии и антисоветизма опустошили страну. Первая Гайдаровская, по сути дела, превратила все ваши сбережения в туалетную бумагу. Вторая волна уничтожила 80 тысяч производств и расколола, растащила страну. Третья волна подожгла войну на Украине, братской Украине. Этот братский народ сегодня попал в плен новым нацистам-бандеровцам. И мы должны так рассматривать, а не говорить, что Украина – это не Украина, которую мы сегодня видим и слышим. Это есть нацизм, бандеровичина – это сволочь и свора, которая расправлялась вместе с эсэзовцами и бабе миру над евреями, и расстреливала русских, и создавала первые концлагеря, когда русских отдельно вытаскивали, и первых расстреливали и казнили. Мы должны понимать, что ребята в Новороссии, добровольцы, борются за каждого из вас. Там сегодня проходит первый фронт, там Сталинградская битва, Орловско-Курская. Там они первые поднялись в полный раз, отстаивая нашу свободу и независимость. Они провожают великое дело славян, подлинно русских, украинцев и белорусов в защите своей национально-государственной идентичности, из своих свобод, своей культуры и представлений. Мы должны это чувствовать и понимать. Новая волна антисоветизма снова поднимается пятой и шестой колонной, которые есть у нас в стране. Не надо стесняться этого слова. Я вот сейчас послушал передачи так называемого «Эхо Вашингтона» о «Вскобочках Москвы». Это абсолютно враждебные по своей сути и предательские по сущности. Когда заявляют о том, что надо в условиях, когда бомбят жилые дома, я не знаю в военных случаях, чтобы так беспощадно бомбили жилые дома в Донецке, в Луганске или в Горловке. Не знаю других. Если ты воин, воюй с воинами, а не расстреливай жилые кварталы, прямой наводкой в домах, где живут дети, женщины и старики. Это поступают только мерзавцы. Но абсолютно уверен, что приказы эти отдают американцы, отдают и генералы, и советники. Порошенко и вся прочая публика – это кровавые игрушки в руках этой своры, которая сегодня возомнила, что она может захватить снова Европу и проводить там свою политику. Американцам нужна позалез эта политика. Они залезли в долги 18 триллионов долларов. Это сумасшедший долг. И для того, чтобы его списать, надо или войнушку в средней руке развязать. Желательно вот здесь, на наших просторах, и захватить одновременно европейские рынки. Вот эти две идеи сейчас реализуются. И те, кто у нас в стране подыгрывает этим идеям, те не просто предатели. Те предали всю историю. И сегодня подыгрывают самым злобным силам либерального фашизма, корни которого торчат из Лондона и Вашингтона, и истоки которого сегодня сформировались в том числе и у нас. Глядя на Гайдаровский форум, я просто ахнул. До этого был форум Примакова. Он подвел итоги года. Талантливый человек, академик, вместе с торгово-промышленными палатами. Провели интересный разбор, предложили реальный выход из кризиса. Через два дня открывается Гайдаровский форум, сидит все правительство во главе с Медведевым, и начинает эту грязную мекину толочь и топтать. Заявляет, Россия будет открыта по-прежнему. На русском языке это означает, вам перевожу этот тезь его. В прошлом году утащили из страны 130 миллиардов долларов, легально и 110 нелегально. Это и дальше из страны будут воровать подряд все, и вывозить на улицу, туда вывозить себе в банки. Это означает, что руль по-прежнему будет беззащитен, его будет валить, его будет шатать и так далее. Вот что означает этот внешне безобидный тезис. Что не будет мобилизационной экономики. Что это означает? Это означает, что нова вам сегодня объявили войну информационную, финансую. В Новороссии по существу полноценную войну. А вы будете сидеть, растопырив руки и раздавать все налево-направо. Это означает, что вы не в состоянии заниматься импортно-замещением и защищать свой рынок. Вот что это означает на нормальном русском языке. Поэтому это звучит как предательство национальных интересов. Я выступаю вчера на открытии новой сессии в Думе. Открыто сказал, что Единая Россия рубит сук, на котором сама сидит. Или они примут срочные меры по укреплению правительства. А там три блока. Блок финансо-экономический, социальный, аграрный. Абсолютно не справляются с производством. Что такое в стране в два раза выросла цена на сахар? За четыре года цена везде на сахар упала. Перепроизводство сахара, рынки забиты. Это означает, что наши мерзавцы и спекулянты сдувают абсолютно сознательно эту цену. Что такое выросла цена на хлеб? А из хлеба это 250 видов продовольствия. Собрали 100 миллионов тонн зерна. И вместо того, чтобы снизить цену и обеспечить нормальным продовольствием, начинают сдувать и говорят, что это рынок. Это не рынок. Это разбой самый настоящий посреди страны. Что такое в мире цена упала на баррель нефти в 115 долларов до 50? В два раза сократилось. Что это означает? И это означает, что цена на бензин, солярку и керосин должна быть гораздо ниже. У нас она ни на одну копейку не стала ниже. Вот вам рынок по Гайдару, по Медведеву, который ничего общего с нормальным рынок не имеет. Это бандитский базар, где каждый действует свои условия, а граждане за это расплачиваются. И еще хочу вам напомнить. Сталин отказался поддерживать Британ-Луцкие соглашения. Хотя страна была изранена войну. И тем не менее, руб привязали к своему золоту и отказались подчиняться доллару. И страна уверенно развивалась, прорвалась в космос, создала ракетно-ядерный паритет и лучшую социальную систему. Она справилась с этой задачей. А когда нас Ельцин выстрелил в хвост дядю Сэму и привязал к доллару, вот что случилось дальше. Три раза вас грабанули. Грабанули по-крупному. Первый раз Гайдар обесценил ваши денежки. Второй раз Кириенко в три раза обвалил рубль в ходе дефолта. И вот за прошедшие несколько месяцев вас еще ограбили вдвое. Или мы сделаем выводы из этой политики. Или нас ждут большие потрясения. Я лично не хочу потрясений. Я хочу, чтобы страна уверенно и динамично развивалась. Но она может развиваться, если будет реализована. В том числе и последний раз высказана идея Путина на госсовете, где рассматривались проблемы культуры. Лишь взял лучшее из нашей тысячелетней истории. Из царского периода, из советского великого периода. Лучшее есть кое-что и в нынешнем. Можно двигаться уверенно вперед. Об этом говорил и святейший, который завтра впервые будет выступать в Думе. Об этом говорили крупнейшие экономисты. И мы это еще раз твердили. Лишь среди них все лучшее, можно уверенно двигаться вперед. Но для этого надо с почтением относиться прежде всего к великой советской эпохе. За советскую эпоху нам поставят выдающийся памятник на любом суде истории. В этом году мы с вами отметим 70 лет великой победы. Мы должны, готовя к 70-летию, провести выставку, посвященную великой советской эпохе. Была выставка, посвященная Романовым Рюриковичем. Теперь надо провести выставку советящим, посвященную советской эпохе и труду, и вкладу нашего народа. Есть чем гордиться, есть что показать. Мы активно готовы в этом участвовать. Надо закончить дрепировать мавзолей, а то закрывают всякими фанерками. Именно к мавзолею в июне 45-го на легендарном параде победы красные армейцы, красноармейцы бросали штандарты гитлеровского рейха, поверженную и разгромленную. Именно к мавзолею, а не к всяким фанеркам. Предлагаем вместе с депутатом объединиться и поставить памятник Круму Потемкину, который сумел отстоять, отвоевать, защитить и создать там великолепную военно-морскую базу в Севастополе. Предлагаем выпустить 100 том, 100 томники русской классической литературы и снабдить каждую библиотеку, чтобы с удовольствием читали и стихи Пушкина и Лермонтова, бессмертные произведения Шолохова, Есенина и так далее. Предлагаем провести декаду национальной культуры и показать дружбу и многонациональной России, за которую сражались Ленин и которую отставил Сталин на фронтах Великой Отечественной войны. Предлагаем все сделать для того, чтобы страна отметила 70-летие на подъеме. Для этого нужен новый курс, новая команда, новая политика и честная оценка нашей истории.